Друзья, для обработки я использую рифтамид, проверенное средство. Смотрите, чтобы в составе был альфа-циперметрин, так как это вещество не отпугивает, а убивает клещей. Реально проверено. Вот таким способом я обрабатываю свой костюм. Сейчас дальше обработаю штаны, все это заворачиваю и в полиэтилен. Завтра утром буду одевать. Потихонечку сборы идут. Буреночка уже соскучилась по лесу. Завтра поедет на выгул. Доброе утро, ребята. С вами снова Серега. Пару дней прошло с того момента, как их Димон отвез на сплав. Время снова без десяти четыре утра, но на этот раз на рыбалку выдвигаюсь на открытие сезона я и мои друзья рыболовы. Повезет нас, как всегда, моя красотка пробивная буреночка. С течением различных обстоятельств мы очень поздно нынче сезон открываем. Многие уже открыли, поели свежего хорезка. Нам же это все предстоит. Надеюсь, доедем без проблем. Какой-нибудь видеоматериал поснимаем, поедим у шицы, посидим у костра. Так что оставайтесь с нами, а мы выдвигаемся. Все хотят кушать, автомобили тоже. Ценник вообще космос. 43,57. Ну что делать? Охота, как говорится, пуще неволи. 48,57. Продолжение следует... 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 никуда природа никуда без этой мелочи сегодня даже жарко вообще капец я вообще упрел весь птички поют а самое вот интересное который год хожу нет комаров а пару лет назад шел за мной просто рой бежал идем дальше николаич пробирается кто-то нынче какой-то ветродуй столик был сильным все повалило я здесь ходил такие дороги отличные гуляща посмотрите вот солонец как-то один год мы пришли сюда здесь была вывалка страшенна потом через несколько лет через пару лет пришли здесь было все засеяно овцом вон лобаз ждали мишаню а здесь была куча соли это ребятушки добрались до ручного ручья у уже все заговорили снова ручья андрюшенко напиться не может водичка класс холодненько ледяная чересчур да и все хорошо когда жарко и наоборот так тяжко идти это кошмар я упрел уже вообще как не знаю кто смотри старая дорога что ли уходит точно старая дорога вверх уходит по логу видимо ездили она вот была вот-вот была еще метров 200 идем вниз по ручью выходим на речку опять вот вот он красавчик маленький стал убегать от андрюхи все не могу у меня меня плющит почуял реку я не могу я не могу быстрее 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 вот она вот она красоточка аппетит твой мать добрались здравствуй реченька здравствуй родимая водичка классно ребята первый хариус мой 2020 года болен только проговорили с андрюшкой что у меня чекушечка томится до первой рыбки вот вот но там вот 10 метров выше данный и все хариус то какой добрячий а ребята сезон открыт продолжаем рыбаку об андрей секрет я не знаю что ты вообще тут пришел покурить бамбук ну там нам выход на мель возможно но не факт опа а я то чё делаю оскорблю рыбы тут я вот здесь вот под носом а нам нам выход это хариус вот он вот он вот он андрюшенька с открытием сезона тебя да вообще он сыт и офигею опа 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 опаньки я на видосик снял отлично что делать а смотри что делает красавчик 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 Участка рыбы, ребята, время полдвенадцатого, ну уже почти 12. Я 9, Андрюшка 7. Рыбы классные. Меньше 100 грамм даже нету, даже 120, 120, 100, 100, 150. Ну-ка, самая крупная, Андрюшка, покажи. Ой, вот у тебя, вот. Класс, класс. Вверхи отличные. Отдыхаем, суббота, все клево. Ну вот он, господа, вот. Красавчик. Ну что, ребята, время обеда настало. Сегодня хорюзок поклевывает на удивление. Мы очень рады, да, Андрюха? Очень. От, вот честно, от 120 до 180-200 грамм, да, Андрей? Да, с мелким вкусом нету. О, вот ты отлично так елочки подсыпал в бичпакеты. Это немного, что это? Да, с той стороны наломо. Все, вот у нас такой обед. Обеденный стол. Реально, сегодня, вот, водичка поднялась сантиметров на 10-15. Для такой маленькой речки это, да, ощутимо, и получается, немного рыба в разбродях. Рыба есть, есть. Завтра еще надолбасим. Да еще сегодня, ем ее. День-то вообще шикардос, шикардос. Ребята, 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 вот оно что, Михалыч. Во! Одновременно практически я не успел достать, Андрюшка достал. С одного места. Да. У меня вообще красавец. Красавец. Я вот зацепился, хорошо. Вот тут на мормушку, да, Федорова? Угу. Отлично. Отлично. Вот. Продолжение следует... Подошел к концу первый денек рыбалки. Андрей Николаевич, мы подустали, так как отпахали километров, наверное, 15 с рыбалочкой. Так что сейчас чистим последнюю на сегодня рыбу. Идем варить уху, да, Андрюха? Да. Отдыхать время 6.30. Час с небольшим нам топать. Так что все четко. Как нам? Час топать еще? Ну да, 4 километра. Два в гору и два под гору практически. Зарастает потихоньку склон. Была сплошная глина. Все, уже природа берет свое. Восстанавливается. Остатки моста, который был завален до дна, полностью просто бревну перевален. Это не мост, завал, можно сказать. Вот оттуда лес возили. Туда и время. 10, почти полдесятого. И полдесятого уже? Ну, примерно 9, не знаю. Вот, смотрите, какой у нас шикарный костерок. Варится ушица. Как картошка. Картошечка. Чаек. В уху мы сегодня добавим потрошка. Ну и будет у нас печеночки. Печеночка мы добавим сегодня все. Будут у нас в ушице 10 или, ну, по-моему, 10 хорюсков. Каждому по два. Салатик. Как обычно. Все традиционно, только, к сожалению, сгнил стол. За Эдиком там был такой столик классный. А я забыл сегодня стол. Но это ничего страшного. Мы планируем с Эдиком сюда привезти фанеру. И вот на такой чурбанчик мы сделаем, да, столик. И будет все четко. Потому что нам это место очень нравится. Накололи дров, я напилил. Сейчас культурно отдыхаем. Эдик пивко пьет. Сейчас хребнем водочки по духу. И все будет как у людей. Правильно, Эдик? Уже как у людей. Из года в год. Но как у нас уже сейчас как у людей. Смотрите, у нас... Всегда красиво, приятно и всем нравится. Да, у нас офигенная, как обычно, палаточка. Это просто у нас там... В тамбуре у нас как... Ребята, мы тоже надуманы. Тамбур обалденный. У нас здесь дровишки сохнут. Тент лежит. Можно... Дождь пойдет, мы здесь тупо перемещаемся в тамбурсе. И продолжаем в тамбуре отдыхать. Заснимите, ветеран. Вот такой вот стул мне. Серега Забаранилов подарил на сплаве. Года два уже, по-моему, назад. Папе очень нравится мой стул. Который, в принципе, я приобретал. Вот именно для таких, для таких посиделок. Кошеварец сегодня Николаевич. Скоро будет темно. Снимать уже, наверное, не буду. Офигенный вечер. Ребята, всем желаю такого вечера. Оставайтесь с нами. Вот прямо у стояночки у нас тут такой... Прямо у стояночки у нас такой тут брод. Но он уже сейчас тяжелый, потому что река поменяла русло. Она была здесь, сейчас поменяла сюда. И брод-то сейчас против течения ехать тяжеловато. И глубоко довольно-таки. Сегодня, в принципе, очень удачно открыли сезон. Все с рыбой. И самое главное, нет хорюзов вот таких вот. Самый маленький. Да, Андрей? Самый маленький у нас был, наверное, вот именно. Андрей сделал метку на банке 18 сантиметров. Самый маленький был. 18 сантиметров реально. А остальные, ну, до 250 грамм доходили. Отличные рыбы сегодня. Прямо набитые, зажированные такие. Сейчас мы это все оценим в ухе. Ну, ребята, я вас приглашаю. Ребятушки, идет процесс погружения рыбы. Кто это видел, пробовал, тот сейчас слюну пускает. Всем, всем желаю такого. У всех это будет. Это очень вкусно будет. Шикарная у нас стоянка. Я прям обалдю. Я прям обалдю. Стоянка шикардос. Наша компания, это вот, это есть компания, компания единомышленников. Компания тех людей, которые любят рыбалку. Ну, рыбалка это в общем смысле. Любят природу. Нет, я еще раз говорю, рыбалка это в общем смысле. Это не значит, что нам нужно ловить рыбу, только рыбу, рыбу и рыбу. Понятно, что мы любим все эти и экстремальное вождение, и, как сказать, и пешие прогулки даже. Вот, реально, они, даже они и то доставляют. Да. Так, давай, тост. И шиться обалденно. Да, шиться ты пока рыбу ешь. Давайте, ребят. А я вот маленько тут. Под горяченькое, ребятушки, давайте. Вот. В общем, за компанию, конечно, вам всем спасибо, потому что наша компания. Сереженька закипела. Как у вас закипела, Сережа? Уже все пролилось через верх. Маленький что ли закипел? А, маленький, ладно. Все. Всем приятного аппетита. Прекрасно. Ребята, подписчики, за вас тоже. Катыш, мы тоже желаем вам того же. Да. Ребята, вечерний. Катыш, вечерний клев, вечерний сит у нас сегодня. Сидим, сидим, балдеем, костерок. Андрюха, спать лег. Молодец. Режим блюдет. А мы это молодцы. А что вы? А мы не легли спать. Смотрите, какая. Луна. Ну, половина ровно практически. На видео не видно, а вот так половина. Вот так сегодня мы и отдыхаем. Великолепно. Всем доброе утро. Утро второго дня наступило у нас. Рожицы. Рожицы опухшие у всех. Не у всех. Не у всех. Андрюхи от таблеток. У меня вчера очень сильно болело колено. Эдуард складывает палатку. Не можем нарадоваться нашим палаткам. У меня такая же, как Ведико. Палатки вместительные, комфортные. С утра доели ушицу горячую. Костер всю ночь прогорел. Березы сырой нахреначали в него, ага. И все четко. Речка упала. Я замерял сантиметра на три. Упала я просто. Да, сантиметра. Но не очень. Сантиметра на три. Погода. Мурится. Обещали сегодня дожди, но надеюсь нет. Потому что вот этой ласточки сегодня выезжать. Если бы обветрила дорогу, было бы просто четко, да? А вот, да. О, остался у нас чай. Сейчас надо хлебануть чаю. Да, уже согреть его хлебануть. Ну, надеюсь, сегодня будет денек по рыбалке не хуже, чем вчера. Даже в некоторых местах, я думаю, лучше. Потому что там будут хорошие места. Поэтому. Да сегодня и по погоде уже солнышка нету такого, как вчера. Да, да. Он у меня маленько вчера шуганный был тоже. Вчера солнышко такое было. Ну, вот у меня товарищ ходил неделю назад на рыбалку, сказал, весь в струе. А вот мы вчера убедились, что речка речки рознь. И вчера весь скорек был в этом. После струи в такой 60-70 сантиметров глубина. В плюсах. В плюсах, ага, в каких-то. Так что, ребята, посмотрим, что нас ждет сегодня. Оставайтесь с нами. Во! О, плетничок. Наша природа красивая. Посмотри, это вот дорога, вот так вот прогребена дорога. Такой плетняк выгрызали, где тракторами, где лопатами. Сегодня ветер. Походу, что-то надует. Вот он. Изверг. Во! Ну, куда без них природа. Сейчас дядя Андрей его изничтожит. Вот он, ребята. Хорек второго дня. Когда же я все-таки куплю штатив. Нормальный, вернее, камеру, чтобы... Ой-ой-ой, красавчик. Отличный, отличный размер. Оп-па. Что делать? Так. Да. Продолжение следует... Отличные кадры. Второй день. Время обеда. Шикарная колбаска у нас. Что-то сегодня речка совсем нас не радует. По 3-4 рыбки поймали и все. Просто плохо. Не радуют такие хорюскильные. Ну хорюза же, как и вчера, все нас не радуются. Количеством, скажем так, не радуют. Зато рыба. Я бы сказал, зазрались. Все жрут, а Андрюха не жрет. Потому что он сегодня костровой. Ну у него 5-разовое питание, но его можно не пропустить. Вот, ничего себе. Шел-шел. Вот эта елочка громкнулась. Наполадень туда уходит длиннющий. Ствол сантиметров 60-70 в диаметре. В фиггасе какой-то затор. В следующем году здесь вымок, промоенка. Ну вот, ребята, пол третьего времени. Очередная чистка рыбы. Вот такие вот красавцы у нас сегодня клюют. Такие, такие. Рыбки добрые. Да, они много, но приступаем к чистке. У нас в компании заведено, что мы чешую убираем. Не все чистят. У нас заведено, что мы убираем. Потому что кто-то приедет. Последнюю, как правило, не солим. Особенно, если не жарко. Приедут домой кто-нибудь возьмет, пожарит. Может, ушицу кто-то сварит. Да и неохота дома разводить вот эту грязь от чешуи. Вот Андрей Николаевич подошел. Сколько у тебя? У меня шесть. К сожалению, попадаются и с паразитами. Ух ты! А еще и вот такие у нас попадаются. Там выцеганил? Я. Четыре штуки. А Эдик что? Эдик одного поймал, один отпал. Маленький. Ну, не, небольшой. Красавец. Триста. Триста пятьдесят. Нет, треста, наверное. Вот. Для этого мы сюда и ехали. Балдеем, да, Андрей Николаевич? Очень, вообще. Ну все. Шикардос. Сам чистит своего слона. Конечно буду. Паразитами не закончил, попадаются. Непонятный червь какой-то белый такой. Так я и не нашел в интернете. Что это за червь? Как какой-то цепень, что ли. Фиг знает. Эдик такой, так же, говорит, нельзя, говорит, его вытаскивать на берег. Сразу я его выкинул, понял? Да. Он говорит, Эдик, я говорю, с твоей удочкой нельзя, потому что она гнется, как это. Ну, с моей, говорю, можно, потому что у меня-то не гнется, у меня жесткая, в общем. Сразу выглянул. А как вы там примнастырились? А кселу под этими ветками закел, он на месте ползает по дну, понял? Так я и говорю, вот там надо, наверное, блесной стучать. Он на месте ползает. Мы даже Сережу селись, а на жопу. Ну. Вот на такой красоте отдыха собачит. Сегодня воды много. Вон какое. Перепадыще. Все, зацеп. Ну иди как-то пробуй оцепляться. Только не вставай на него, но вообще скользко. На задницу только если садиться. О, сцепилось. Отличное бревно. Ну вот. Наши опасения подтвердились. Вот она, сеточка. Китайское дерьмо. А мы думаем все-таки, просто рыбы нет, вода маленькая. Ушла рыба. Для ее просто браконьеры, козлы вылавливают. Голодная, блин. Пришли на стоянку. Собираемся домой. В принципе, отрывать здесь неплохо. Папа даже четырех сегодня поймал. Эти, по-моему, штучек шесть поймал. Корюски все с банку размером. Классно. Мелочи нет. Это радует. А мы удивляемся. Все, удивляемся. Сегодня, я говорю, подтвердилась наша сетка лежит. Я говорю, а мы тут, ой, что-то рыба не то уходит. Да какой ее просто выдалбливают эти браконьеры. Причем выдалбливают с икрой рыбу по весне, когда она идет на нерес, а потом говорим, что-то популяция. Конечно, кто остался маленький, где и накидал. Где отметали. Ладно, собираемся и в путь. Посмотрим, что там сегодня с дорогой. Ладно, собираемся и в путь. Ладно, собираемся и в путь. Чуть не раздавил птенца. Останавливаюсь. Смотрите, он притаился. Бедный птенчик. Кукушонок или че, я не знаю. Прикол. Да ничего я с тобой не сделаю, маковка ты. Ты не трогай его, Сереж. А че? Нельзя, чтоб тобой пахло. Вот какой красавчик. Сидит, притаился. Я, говорит, я не живой. Че? Вот это подарочек нам. Он погибнет. Я не трогаю его. Во. Не поверите, 15 сантиметров сижу до него. Он не видит сидеть. А где у него сидит? Ладно. Оставляем его. Сказал Андрюха, руками не трогать, чтоб мной не пахло. Все, пока-пока. Что, ребята, заканчивалась наша рыбалка. Слава богу, машина выдержала. Мы выехали до грунтовой дороги. Едем за пивком, чтобы вечером употребить малосольного корюска с пивком. Надеюсь, видосина вам понравилась. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь на канале. До встречи. Всем пока. Добра и здоровья. До свидания. До свидания. Ребята, Нива-буренка окружена буренками. Вот это да, как специально. С одной, с другой стороны. К сожалению, мы поломались. Лопнула крышка коробки передач. И мы ждем другана Серегу Морозову, чтобы он нас отбуксировал. Так как я не видел, сколько вылилось масла. Но бежала струей. Я километра два проехал, пока почувствовал. Буренка и буренка. Морозову. Морозов. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон»